Первое в мире автомобильное путешествие. Из цикла «Хрупкая женщина». 27 июня 1869 года в герцогстве Баден, в Германии, во время экскурсионной прогулки в карете познакомились дочь одного преуспевающего и богатого мастера-плотника из города Пфортсхайма, Берта Рингер, и бедный молодой инженер Карл Бенц. Берта путешествовала со своей матерью, и Карл начал рассказывать женщинам о своих идеях относительно «движущихся экипажей без лошадей». 20-летняя девушка была так очарована энтузиазмом молодого человека, что пообещала себе непременно выйти за него замуж. Еще до свадьбы в течение трех лет Берта вкладывала все свое приданное в небольшую автомобилестроительную компанию Карла. Они не спешили оформлять свои отношения, тогдашнее немецкое законодательство запрещало замужним женщинам выступать в качестве инвесторов. Молодые люди поженились в 1872 году, а в 1885 работа Карла над первой моделью того, что сегодня называется автомобилем, была закончена. То, в конструкцию чего Берта внесла свой огромный вклад, называлась «Бенц Патент Моторуиген». Она и сама участвовала в изобретении некоторых деталей, например, кожаных тормозных педалей, которые поддерживали деревянные, или изоляции проводов. Бесценными были и советы жены конструктора, такие как улучшение подачи бензина, к которым Карл прислушивался. Фактически, это были изобретения Берты, но как замужняя женщина, она не имела права получить на них патенты, поэтому все они были приписаны мужу. Помимо технической помощи она постоянно оказывала Карлу моральную и особенно финансовую поддержку. У них было пятеро детей, сыновья Ойген и Рихард, и дочери Клара, Тильда и Эллен. Когда, наконец, после нескольких лет упорного труда, 29 января 1886 года, Карл Бенц получил патент на первый автомобиль, перед супружеской парой встала новая проблема, покупками никто особо не заинтересовался. Карл впал в уныние, но для Берты неудача стала толчком совершить первое в истории автомобильное путешествие, которое состоялось 5 августа 1888 года. Ойген и Рихард сопровождали 39-летнюю мать, мальчикам было 15 и 13 лет. Они проехали примерно 106 километров из Мангейма в Пфорцхайм. Целью поездки стала популяризировать автомобиль, хоть Берта и объявила всем, что едет навестить мать. Она хотела продемонстрировать, что их первый автомобиль, в который было так много вложено, является действительно многообещающим и удобным средством передвижения для широкой публики. Берта решила вновь вселить мужество в своего мужа и доказать ему, что отсутствие успеха связано лишь с плохой рекламой, что можно легко исправить. Более того, Берта взяла водительские права Карла, ничего не сказав ему, тем более, что в то время они были лишь простым листком бумаги, подписанным герцогом Баденским. Берта села на автомобиль с двумя детьми и уехала на рассвете первые несколько сотен метров они толкали машину, чтобы шум двигателя не разбудил Карла. По тогдашним грунтовым дорогам путешествие отнюдь не было комфортным, они проехали 100 километров без запасов бензина, несколько раз останавливаясь, чтобы купить петролейный эфир, смесь, получаемая из нефтяных газов при переработке нефти, а также нефтяной растворитель, который был необходим для работы двигателя. У этого первого автомобиля заправочная емкость составляла всего четыре с половиной листов, растворитель продавался в аптеках, и первый раз отважная семья остановилась в городе Веслох, аптеку которого до сих пор называют первой в мире заправочной станцией. Во время путешествия Берта не теряла времени даром, она наблюдала и отмечала то, что необходимо было улучшить. Если на дороге случались аварии, женщина сама устраняла неполадки, например, ей удалось разблокировать подачу бензина, с помощью одного кузнеца она починила цепь, а сапожник дал ей кожи, чтобы заменить тормоза. На каждой остановке приходилось всем троим заливать воду в систему охлаждения. У машины было всего две передачи, поэтому при преодолении подъемов приходилось так туго, что дети вынуждены были толкать автомобиль. На путешествие в 100 километров семья потратила весь день, был уже вечер, когда они приехали к матери Берты. Она отправила Карлу телеграмму, чтобы сообщить, что поездка прошла успешно, а через несколько дней они вернулись в Мангейм по другому маршруту. Берта добилась своего. Путешествие привлекло большое внимание, не только в Германии, но и во всем мире газеты опубликовали новости о их поездке. В результате этого автомобиль стал рассматриваться как средство передвижения, гораздо лучшее лошадей и поездов. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания JASH Club и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Продолжение следует... Продолжение следует...